Девочки, всем большой привет! Сегодня я хочу поговорить о новом, как мне кажется, тренде. Это серебряные брюки. А да, кстати, мальчики, тоже привет! Потому что я знаю, что вы смотрите и, возможно, сможете порекомендовать своим девушкам либо подругам тоже этот канал и эти видосики. Хочу сказать, что сегодня, буквально сегодня утром я видела девушку в серебряных брюках широких, типа палаца. И вот, видимо, уже начинает появляться эта тенденция. Первый образ вот такой вот, просто лаконичный, вроде бы casual, но при этом такой яркий аксессуар, необычный, такой космонавт немножко, да, но при этом очень стильно смотрится. Давайте посмотрим еще один образ. Здесь он такой более приближенных оттенков серого, белого. Мне кажется, это очень симпатичная история. Сочетание серебра со светлыми вещами, со светло-серыми вещами. И тоже, опять же, видите, как тут casual look, такие у нее кеды, кроссовки. Ну, все вот сочетается таким образом. Здесь уже более нарядный вариант с брюками палаца в виде такой кожи, возможно, посеребряной. И короткий пиджачок, судолазка какой-то, вроде бы лаконична, но при этом достаточно нарядно. И стильно это смотрится. Как вам? Напишите мне в комментарии обязательно. Еще один образ. Здесь уже текстура у нас появляется на серебряных брюках. И, опять же, кроссовки, черный пиджак, серая футболка, вроде бы casual, но при этом такой немножко не совсем casual, а для каких-то особенных случаев. Еще один образ, такой более летний. Не знаю, как летом будет в таких брюках, но, возможно, и нормально. Вот здесь уже в сочетании с джинсовой курточкой и джинсовыми босоножками. Ну, опять же, видите, такая casual история. То есть хорошо, когда сочетается яркий аксессуар, типа брюк этих, с чем-то casual. Здесь уже более нарядная история. Здесь у нас туфельки-сумочка. Такой же серебряный стиль и серебряной манере. Поэтому уже образ смотрится более нарядно. Я бы еще и добавила какие-нибудь серьги, шарики такие крупные, серебряные. Мне кажется, ей прям вот не хватает их сюда. Ну, не знаю, как вам напишите. Тоже интересная кровь у этих брюк. Еще одна девушка. Здесь это больше история похожа на джинсы на самом деле. с серебряной ниткой. Но вот, тем не менее, опять же, сочетание с белым светлым верхом, с кедами, такими уже конкретно кедами, тоже смотрится так достаточно хипстерски, не знаю, стильно. Это такой более обыденный вариант. Как раз из тех вариантов, которые я видела сегодня на девушке. Ну, как бы, я даже не знаю. Ну, вот просто каждый день там на работу пойти, так я не знаю. Честно говоря, я до конца не понимаю этот тренд и как его использовать в обычной жизни. Но мне кажется, он какой-то такой привлекающий внимание. Интересный, необычный, как говорится, новая тема для разговора. Вот здесь тоже текстурная под рептилию у нас такая ткань. Не знаю, что это, кожа или просто ткань. Выглядит симпатично. С черным пальто. Ну, все как обычно. Здесь у нас уже селебрити, видите. Ходят тоже в таких брюках, но они более зауженные. Ну, не знаю, такой образ, скажем так, специфический. Вот ей так захотелось. Не самый мой любимый. Но, тем не менее, я хотела вам показать, что вот известная личность. Это, по-моему, Ширли Стерон носит тоже такие брюки. Вот этот образ мне тоже очень нравится. Мне, в принципе, нравится сочетание серебряных брюк со светлыми, либо серыми, либо с белыми вещами. И хорошо, в принципе, смотрится, когда туфельки тоже серебристые такие. Как вам такой образ? Вроде бы минималистично, но при этом достаточно эффектно. Еще вот мне нравится очень история, когда эти брюки сочетаются с таким расслабленным стилем одежды. И, может быть, даже характером поведения. То есть, такое что-то типа, я вроде бы нарядилась, но я не сильно старалась. Да, я как космонавт, но как бы мне на это все плевать, извините за выражение. Вот тут девушка тоже вроде бы с нарядными такими туфельками, которые кое-кто там из наших блогеров писал в антитренды. Ну, таких у меня нет, я бы хотела. Так что я думаю, что они задержатся. Оно в сочетании с серебряными брюками, мне кажется, классно смотрится. Опять же, простая футболка. Ну, такой вот образ специфический. И еще один такой расслабленный тоже образ. Вроде бы я не старалась, никуда не собиралась, но я вот такая всенарядная и впервые в мир. Вот. Ну, не знаю, что вы вообще думаете об этом тренде. Я его не защищаю, не пропагандирую. Я его пытаюсь понять, но мне кажется, он забавным и каким-то веселым, что ли, не знаю, он как-то необычно. У меня ассоциация как бы с космонавтом все равно, ни в хорошем, ни в плохом смысле, просто в нейтральном. Вот этот образ мне в целом нравится. Тут еще очень круто влияет короткая стрижка у девушки. Ее женственные туфельки, такая оверсайз футболка, то есть на контрастах. Это как-то смотрится очень привлекательно. Здесь с яркой обувью эти брючки, просто вам как образ показала. Здесь, не знаю, как вы думаете. В принципе, неон вообще хорошо смотрится с серебром. Опять же, светло-серый пиджак. Ну, такое что-то. На грани. Еще один образ, тоже, в принципе, такой расслабленный. Вот мне ближе вот эти варианты все. Когда они, брюки являются таким заметным частью гардероба в этом образе. Но при этом это все смотрится спокойно. И еще один образ. Тут опять полностью с белыми вещами. Смотрится классно, нарядно. Вообще, белый цвет, как правило, украшает всегда. И серебро смягчает даже вот эту пафосность белого цвета. Возможно, потому что серебряный цвет, он в принципе серый. То есть, серый он всегда спокойно выглядит. Но тут как бы еще в сочетании с таким отливом серебра. Ну, и вот еще один такой образ тоже вам, пожалуйста. Просто с темно-серым свитером, кроссовочки. Адидас на дело пошла. Как бы, вроде бы, casual нам предлагают casual историю с этими брюками. Но вот не знаю, как их в обычную занести, категорию или все-таки в нарядную. И опять еще, как вы уже заметили, этот несколько образов с текстурными такими орнаментами на этих брюках добавляла. Тоже добавляет изюминку, какой-то интерес. И когда вы видите своего знакомого в таком образе, есть что обсудить. Что вы думаете об этом, пишите. Продолжение следует...